Территория, на которой, возможно, будет построен храм в честь равноапостольного святого Владимира и адмирала Федора Ушакова, составляет небольшой участок на окраине парка морской славы в 1200 квадратных метров. Предполагаемый настоятель Владимир Скоробогатов сообщил, что инициатива строительства исходила от жителей Канищева, в том числе и ветеранов флота. Церковь должна стать памятником погибшим морякам. Появление храма, по его словам, будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию жителей микрорайона. Далее священник развенчал слухи о проекте. Он заверил, что кроме здания храма не будет построено никаких других строений, а возведение церкви будет исключительно на пожертвования прихожан. Ковоим с кем-то в каком-то храмном комплексе, который будет включать в себя жилые здания, пекарные, на самом деле ничего подобного там не будет. Там будет вот такое здание храма, которое вы перед собой видите. Да, никакой нормальной служитель, тихо ни в ней, любой человек, да, не будет в этом месте строить себе какой-то дом. Это полностью совершенно исключено. Также говорилось о том, что пугает людей то, что будут проводиться, например, в храме отбивания. То, что будут носить граммы, выясню эту ситуацию. Дело в том, что в современной практике все отбивания совершаются на двенщинских храмах, а в центральных городских храмах таких отбиваний нет. К территории парка морской славы, по словам замначальника управления развития Рязанской городской администрации Ольги Свинцовой, прибавят участок земли более 6 тысяч квадратных метров. И также в парке высадят около 400 новых деревьев. В качестве компенсации с целью сохранения площади зеленых насаждений на проживающих администрации города Рязани предлагается увеличить границы морской славы за счет формирования и соединения существующих уже территорий нового земельного участка. Общая площадь этого земельного участка составляет 6147 квадратных метров, в том числе земельный участок, который переводится из зоны Д2 в зону Д, а 2197 квадратных метров. Таким образом, в конкурсе меняется земельный участок на более чем раз превышающий по площади, чем тот, о котором сегодня идут публичные слушания. Согласно новой концепции развития, парк морской славы будет разделен на 4 зоны – мемориальную, зону отдыха, игровую для детей и спортивную. Главный архитектор города Наталья Харибутова сообщила, что участок юридически не относится к парковой территории, но входит в перечень объектов озеленения и поэтому не попадает под мораторий на застройку зеленых зон. Также, помимо этого, согласно слайду, который вы видите, запланировано увеличение зеленой зоны в пределах функциональной и рекреационной зоны генерального плана и в пределах территориальной зоны. Таким образом, площадь объекта озеленения именно парка планируется увеличить и планируется увеличить их функциональную зону генерального плана, который называется «Лазонная городская парка ЦРФ». После выступления докладчиков началась весьма оживленная дискуссия. Обсуждения, надо сказать, продлились более трех с половиной часов. По итогам публичных слушаний, ведущий, депутат Городской думы Владислав Фролов, сообщил, что в течение трех дней комиссия будет принимать письменное обращение. До начала слушаний, по его словам, поступило 3773 подписи за строительство храма и 984 против.